Под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиева проведено видеоселекторное заседание, направленное на внедрение 11-летнего среднеспециального образования посредством обеспечения взаимной интеграции общеобразовательных школ, средних специальных профессиональных учебных заведений и по кардинальному реформированию системы среднеспециального профессионального образования. Репортаж программы. Тема, что волновала многих, и родителей, и преподавателей, ведь от решения зависит будущее детей на годы вперед. Внедрение в школьную программу 10-11 классов. Президент Шавкат Мирзиев подчеркнул, что в этом вопросе спешка была бы равносильно катастрофе, потому, как говорится, семь раз отмерили. В течение последних месяцев специально созданная рабочая группа, состоявшая из представителей всех министерств образования, Центра среднего специального профессионального образования, ректоров вузов и широкой общественности, на местах изучила пожелания родителей, учеников, выпускников девятых классов о том, где, на их взгляд, лучше продолжить обучение. В 10-м классе, академическом лице или профессиональном колледже. Статистика получилась следующая. 352 тысячи выпускников из 466 тысяч были за 10-й класс. 114 тысяч выбрали академические лице и профессиональные колледжи. Помимо этого, проведенные на местах встречи с гражданами предложения, поступившие в виртуальные народные приемные президенты Республики Узбекистан, свидетельствуют о том, что большая часть населения выступает за. Именно этот факт лег в основу главного решения. 10-м и 11-м классом быть. Очень трудный вопрос, очень серьезный процесс. Много что нужно продумать. И в методике, и в учебниках, и в самой системе. Много в чем есть недостатки, требующие решения. И времени мало очень. Но люди хотят. И мы должны сделать все продуманно, сказал президент. При этом, исходя из пожеланий родителей и детей, будет внедрена в нашей стране новая система. Комплексы производственного обучения. Этот вопрос в ходе видеоселектора был обсужден досконально. Итак, комплексы откроются до начала уже этого учебного года на базе мастерских профессиональных колледжей. А в тех школах, что расположены далеко от колледжей, создадут собственную техбазу. Продумано, что таким образом, параллельно с основной программой, школьники смогут овладеть различными профессиями. Их порядка 50. По желанию. Слесарь, швея, водитель, повар, парикмахер и многие другие. А по итогу, выпускник школы вместе с аттестатом об 11-летнем образовании получит на руки документ государственного образца, дающий право работать. И это важно, сказал Шавхат Мерзиев. Ведь есть молодые люди, которые с первого раза не смогли поступить в ВУЗ. Чтобы целый год они могли зарабатывать деньги, помогать семье, родителям. Такой шаг нужен. В ходе селектора президент дал ответственным лицам поручение в самое ближайшее время оснастить комплексы всем необходимым для учеников, чтобы овладевать профессиональными навыками. Отдельное внимание глава государства обратил на социальную защиту тех преподавателей, учебные часы которых сократились. Важно обеспечить их работой по специальности до начала учебного года, подчеркнул он, на все 100%. Далее звучало, что с 2017-18 учебного года учащиеся 10-11 классов должны заниматься по новым, эффективным, разработанным учебным планам и программам. Помимо этого, Шавхат Мерзиев дал задание издать учебники нового поколения. А еще президент обратился к активистам и аксакалам Махалей, инспекторам профилактики, первичным организациям союза молодежи, представителям хакимиатов на местах, чтобы особое внимание они обратили на качество учебно-воспитательного процесса, чтобы каждый четверг в день профилактики организовывали встречи, где будут критически обсуждаться посещаемости учащихся. Рассмотрен был и вопрос организации 10-11 классов в государственных специализированных общеобразовательных школах, а также расширения сети негосударственных образовательных учреждений. В целом, уполномоченные представители министерства и руководители организации должны качественно подготовить все образовательные учреждения к новому учебному году. Это касается как методик, пособий, инвентаря, так и реконструкции объектов, внесенных в инвест-программу. До 20 августа должно быть готово все.